Как это выражается? Вот смотрите, почему я не могу, допустим, жить по-другому? А потому что мне страшно. Потому что мои родственники, друзья, как только увидят это, сразу же меня отвергнут из своего общества. Я этого страшно боюсь. И поэтому мне страшно говорить, что я... Вот смотрите, есть вещи, которые влияют на судьбу. И эти вещи все вызывают возбуждение в сознании у страстных людей. Вот как вы думаете, если я, допустим, яблоки перестал есть, на это кто-то обратит внимание? Нет. Я не ем яблоки. Ну, кому это интересно. Я прихожу к кому-то в гости, допустим, есть там яблоки или нет. Никто не обратит внимания, ем я яблоки или нет. Потому что это не влияет так сильно на судьбу. Но если я не ем мясо... Вот попробуйте не есть мясо, вы увидите. Вы приходите к кому-то в гости, накрыт стол. И вы никого не трогаете вообще. Вы просто вбедете их в салатик, кушаете. И все так... Оп! Бери мясо. Я не хочу мясо. И что, ведь корянец? Сразу возникает напряжение психическое. Почему? Потому что, когда человек перестает мясо есть, у него разум начинает сразу идти вверх, развиваться. И это всех настораживает. И что, все, кто попал? Почему мясо ешь? Страшно становится. Потому что у людей страсти, у всех разум закостенелый. Они не хотят ничего менять. Они боятся менять. Боятся перемен. И люди страшно со страхом к этому относятся. Но не дай бог вы еще шампанское не возьмете. Ну шампанское же можно. Ну хорошо, водку тебе не надо. Ну шампанское, ты же вообще не опьянеешь. Бери пей. Или уходи отсюда. Почему ты не с нами? Вот мы все сейчас будем пьяны, а ты как бой будешь? Как тогда мы с тобой будем общаться в этом случае? Понимаете, о чем я говорю или нет? Вот если человек читает там дефектив какой-то. Ну неправильно сказал. Детектив. Вот. Кто-то обратит внимание? Нет. Если человек читает, допустим, Водвиль. Там или еще что-то там. Допустим. Санта-Береберду. Кто-то обратит внимание? Нет. А если человек берет Гиблию и начинает читать? Опа. А чего это ты вдруг не будешь читать? Ну-ка расскажи. Кто тебе ее дал? Может это секта. Это христианские тоже секты бывают. Видите, как интересно. Когда человек начинает заниматься духовной практикой или просто самосовершенствием. Это немедленно настораживает всех. Причина заключается в том, что он в своем сознании переходит в другую плоскость жизни. Эта плоскость жизни, она имеет другую природу совсем. Не такую, как у всех. И чтобы победить трудности судьбы, надо перейти в эту плоскость жизни. Понимаете? Проблема не заключается в том, что мне не везет. А проблема заключается в том, что я не так живу. Сейчас объясню. Смотрите. Все очень просто. Вот, допустим, у меня мало денег. Это правда. Допустим, у человека может быть правда мало денег. Но как вы думаете, это должно приносить ему страдания или нет? Только в том случае, если он голодает и спит на холоде. И то только первое время. Потому что даже к этому человек очень быстро привыкает. Вы знаете, дайте с меня понять, о чем я сейчас говорю. Это очень важно понять. Допустим, я специально ездил в одну деревню, в которой сохранились старые постройки, просто как музей. И я увидел, что люди просто жили в клетушечках, и им там было хорошо. Считалось даже на Руси, что достаточно просто, чтобы хватило места для сна. И это значит, что нам на жизнь хватает. Заживнули, Геннадь, извините. Смотрите, у меня есть один знакомый в Индии. А в Индии один процент разводов всего. Слушайте внимательно. О чем я сейчас говорю? В Индии всего один процент разводов, а у нас восемьдесят. Это значит, что восемьдесят человек, которые женятся, из них, из ста, все разведутся. Ну то есть из ста, все восемьдесят разведутся. И только двадцать останутся на всю жизнь вместе. Это страшная картина. Теперь смотрите разницу в сознании. Я приехал в гости к своему другу, знакомому, которому мы уже сотрудничаем. Он мне подбирает, находит камни, чистую породу, чтобы небо, она не грекая была. Сейчас много обманывают в этом, но все. Он сам ее обрабатывает, чтобы камни лечебной силы обладали. Это целое искусство. Нужно правильно работать и так далее. Все равно это делать для меня. Я иногда приезжаю в Джакур к нему в гости. И у него большой дом. Он не бедный человек. Вот. У него большой дом. И несколько семей живет в этом доме. У него есть два сына и одна дочь. И все живут вместе. И также его жена, а также родители жили там, пока были живы. Как вы думаете, сколько комнат нужно на одну семью? Всего одну комнату на одну семью. То есть они живут все вместе, одной семьей. И там у них просто вот санузел есть в этой комнате отдельный. И все. Теперь я спросил, а почему бы вам не жить, не построить своим сыновьям по дому? Почему вы так теснитесь? И он так посмотрел на меня. Это было при всей семье, было вопрос заданных. Посмотрел, побледнел. Старший мужчина, ему сейчас уже около 60 лет. Побледнел и говорит, ты что меня хочешь проклясть? Ты хочешь, чтобы я не мог каждый день смотреть на свою внучку, на своего внука, на своих сыновей? Теперь представьте, в нашей культуре мы все живем в одном большом доме. И у каждого, у каждой семьи по комнате. Что произойдет? Будет безумие просто, безумие. То есть мы перелугаемся, разъедемся. Это искусственная вещь, мы не сможем так жить. Больше того, вам скажу, что есть еще и другие культуры, не такие, как наша. Допустим, в Америке двухкомнатной квартирой считается, что есть две комнаты с каждой с санузлом, с отдельным, а также общий зал. Это двухкомнатная квартира. У нас двухкомнатная квартира, это просто две комнаты. А там две комнаты плюс еще зал общий. Потому что в этом зале они встречаются. А комната предназначена для жизни одного человека. У него свой собственный санузел. И если такой комнаты нет, человек не женится, потому что ему негде жить. Потому что в той культуре люди не могут жить вместе в одной комнате муж и жена. Надо жить отдельно. Иначе с ума сойдешь. И искусственно это, ничего с этим не сделаешь, понимаете? Это уже в крови. Теперь сразу возникает вопрос. А почему они могут жить вместе, а мы нет? Это зависит от уровня смирения сознания. Когда рано утром я встал с постели и пришел в эту общую комнату, где все собираются. Постоянно там дети играют и так далее. В этот момент пришли, раньше пришли два сына. Им уже по 35-40 лет. И потом только пришел отец. И когда зашел отец, они бросились ему в ноги. И он вот так вот положил им на голову свою. И так происходит каждый день. Из года в год. Когда говорит отец, все просто смотрят и молчат. Даже если он говорит неправильно. Но потом отцы может какой-то подойти смеленно сказать. Папа, мне вот кажется, что вот так. Может я не прав. И как отец реагирует. Он скажет, я изучу этот вопрос. Я подумаю. Понимаете, там нет проблем. Нет проблем, потому что люди ведут себя смеленно. Это называется благость. Что такое благость? Это когда мы способны уважать старших. Не поднимайте руки, просто подумайте. Тест. Кто из вас хоть раз в жизни покланился своим родителям? Надо поднимать. В основном человек 20 в этом зале поднимут руки. И все остальные нет. Ну хорошо. Давайте проэкспериментируем. Кто из вас в жизни хоть раз, один раз кланялся своим родителям? Поднимите. Выше. На кратизал. Это 20 человек сегодня. Я говорю хоть раз. Какая раз на свадебном пряде, не на свадебном пряде? Всего 20 человек. Видите? Это наша культура. Это наша культура. Дайте это понять. Что мы не живем вместе большими семьями, потому что мы не можем уважать друг друга. И это признак отсутствия благости в нашем сознании. Из-за этого семьи и разрушаются они из-за того, что мы не можем сойтись характером. Причина разрушения заключается в том, что не хватает благости. Вот это силы, побеждающая судьбу. Потому что все мы можем жить вместе. Но для этого сначала надо простить своих родителей. Для начала надо простить своих родителей. Потому что если человек не простил родителей, он не может простить близкого человека. У него нет накосанкций. Сила судьбы спускается сверху вниз. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расслужу. Молодые мои старики, мы еще, мы еще повальни. Понимаете? Вот это чувство любви, смирения к старшим является признаком победы над судьбой. Одним из признаков. И это чувство не возникает само собой. Понимаете? Само собой судьба только рушит нашу жизнь. Для того, чтобы возникла благодарность к родителям, нужно трудиться в своем сердце. Потому что сначала ее нет. Она появляется потом. И чтобы трудиться в своем сердце, нужно иметь ту среду, в которой этот труд происходит. Я вам сейчас объясню, как работает разум у человека. Вы можете встать с постели рано утром, когда все спят? С постели, может быть, и сможете. Но сделать так, чтобы сознание было ясным, очень трудно. Валит. Все спят вокруг, и что происходит? Я встаю и говорю. Может, надо поспать еще? Все спят? Валит с постели, валит с ног, понимаете? Человек, который очень сильно погружен в отношения в страсти, близко к сердцу принимает. Говорит о делах постоянно, близко к сердцу. Не о самосовершенствовании, не искренние отношения, не прощения там, а не отношения глубины, обсуждения каких-то возвышенных тем. А бизнес, дела, политика, сплетни, новости по телевизору очень близко к сердцу. Это следа страсти. Человек не может в таком сознании победить свою судьбу. Потому что в его психике действует время, которое увеличивает выход из глубины ума кармавасан, которые напрягают психику. Люди в невежестве напряжены? Нет. Потому что им все хабарабало. Люди в страсти напряжены? Сильно напряжены. Потому что они находятся под жестким влиянием, кармой и сражаются с ним. Люди в благости напряжены? Нет. Чем больше человек в благости, тем больше он расслаблен и счастлив. Не потому что он ничего не делает, он очень сильно трудится и активен. А потому что он живет под влиянием другой силы, которая не напрягает. Вот девушка в благости, не замужем, не может выйти пять лет. Она напряжена? Нет. А если она напряжена, она в благости или нет? Нет, она не в благости. Дело в благости, которая пять лет не может выйти замужем. Она чем занимается? Она занята только другими людьми. И с день заботятся о ней. И тем самым, что увеличивает в себе? Теплоту и красоту в женской, которая привлекает. Кого? Не мужчин, которые хотят просто сексом заниматься с ней и... К обеду не жди твой песик. А хотят ее взять замуж. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, кто привлекается. Потому что ведь не проблема привлечь человека для женщин, для многих девушек. Проблема, чтобы он остался. Остаются только благостные люди, у которых есть ответственность. А для этого самой надо стать таким человеком. И так есть три слоя жизни. Люди в страсти не могут побеждать карму. Они только верят в будущее все время, что у них когда-нибудь будет лучше. Они искренне верят в то, что будет лучше. И живут так. Пока не надоест. Результат жизни в страсти всегда разочарованный. Люди в невежестве верят только в себя, им все по порогу. И результат деградации. Люди благости постепенно вырываются из тисков судьбы, становятся счастливыми к концу жизни. И в следующей жизни попадают на высшие планеты. Там, где их ждет уже счастье. Только одно счастье. Или как минимум, то есть они в духовный мир идти. Где они вечное счастье уже испытывают. Люди в страсти живут сегодняшним днем. Они не верят в свою смерть. Даже человек, ему уже 80, и он уже лежит на смертном одре, все равно он считает, что он еще немножко поживет. Потому что он верит в будущее. Это жизнь страсти. Люди в благости знают, точно знают, что эта жизнь коротка, и надо готовиться к следующей. Они это точно знают, потому что у людей в благости совесть очень активно работает. Что такое совесть? Совесть это энергия Бога. На Ведах ее называют сверхдушой. То есть есть душа. Веды говорят, на дереве тело и сидят две птицы. Одна птица называется душа, это я. А другая сверхдуша. Кто такая сверхдуша? Это та, которая ведет меня по жизни. Вот мне сегодня надо было в 7 часов уезжать, а я лег в час ночи. Поздно закончился концерт. Потом все обсудили, поехали домой, спать едили. Час ночи. В 7 вставать. А прошлую ночь до этого я не спал, в самолете летел. То есть знают, что если против часовых поясов летишь, то ночью обычно самолеты вылетают, чтобы денег потерять. То есть я ночью не спал. И мне всего 6 часов на эту ночь. Мне надо было встать в 7. В 7 часов я проснулся. До будильника. Потому что мне сильно надо было встать в 7. Я сказал себе. А себе можно что-то сказать в начале? Себе можно что-то сказать? Нет. Когда я кричу. Почему я не могу выйти замуж? Ты кому кричишь? Никого нет вокруг? Лес? Ты кричишь. Я не могу выйти замуж. Кому? Свет в душе. Мы знаем, что она есть. Мы знаем, что кто-то есть, который меня слышит. Но этому не придаем слишком большого значения. Я не могу так больше жить. Кому ты кричишь? Ты говоришь, кричишь, ты разговариваешь со своей совестью. С представительством Бога в твоем сердце ты разговариваешь. Кто мне говорит? Ты так не поступай. Зачем ты смотришь на этого человека? Девушка ко мне подошла, села. Говорит. Мне кажется, мы не подходим с мужем друг к другу. Я говорю. Зачем тогда он мне это говорит? Не подходите. Не подходите. Не подходите. Зачем вы мне это рассказываете? Но вы же старший. Должны подтвердить, что мы не подходим. Я говорю. А если я не подтвержу? Мы же не подходим друг к другу. Я говорю. Не совсем так. Она говорит. А как? А просто, понимаете, вы не хотели служить близкому человеку. А хотели всегда наслаждаться им. И прошло определенное время. И возможность наслаждаться друг другом закончилась. Так как в этом мире кончается все. И так как вы не находились под влиянием того времени, которое создает счастье в отношениях, вы просто кушали эти отношения. Кушали. И потом наступил момент, что кушать уже нечего. Вы хотели, чтобы он вам дарил счастье. Он дарил счастье, потому что вы хотели. И вы дарили ему счастье, потому что он хотел. Но напряжение, вот просто простить человека за то, что он неправильно себя ведет, это уже плагость. Это шаг в пропасть. Пусть он первый прощает. Это страсть. И так пришло время, если человек не чистит зубы, рот начинает вонять. Они не чистили зубы своих отношений. Пришло время. И девушка почувствовала, что ей тяжело с этим человеком жить. Обычно люди страсти, что думают, несовместимы. У нас разные интересы. Мы просто не подходим и не любим друг друга. Зачем нам мучиться? Вместе. Она так мне сказала. Я говорю, ну это же не все еще, что вы хотели мне сказать. Она говорит, все. Она говорит, нет, не все. Она говорит, а что еще? Я говорю, а вот и что? У вас же уже есть другой человек. Она, ну а что мне остается делать? Все время страдать? Видите, жизнь страсти. Вроде она мои лекции слушает. Но живет страстью. Почему? Потому что жить в благости ведь непросто. Для этого нужно усилия внутренние прилагать. Душевные силы. Пропасть надо шагать. Для того, чтобы судьбу победить, надо реально быть героем. Она не верит в то, что этот человек может меня любить. Просто не верит. Почему? Потому что она никогда не пробовала вызывать в его сердце улыбку. Вот этот человек сел и целый вагон начал смеяться. Но они сначала вот так на него все смотрели. Если вы посмотрите кровью внимательно. Йога-смейка называется. В интернет наберите. Посмотрите внимательно. Сначала они на него так посмотрели. Когда так смотрят, ты обычно окупи и не стал смеяться. А он продолжал. Видите, какая сила? Это шаг в пропасть. Человек в благости всегда восстает перед этим обществом. Он всегда живет не как все. Шаг этот в пропасть нужен каждому человеку. Это не значит, что он асоциальным таким человеком становится. Постепенно он понимает, что на самом деле он-то никому отношения не меняет. Он всех любит. И те, кто хочет, его тоже будут любить. Но он просто не хочет жить так, как неправильно. Вот и все. Люди в страсти как живут, как все. Люди в благости как живут, как надо. В этом разница заключается. Вот здесь страсти разум очень зажат. Они боятся просто жить не как все. Надо одеваться так же, как все. Надо кушать так же, как все. Надо разговаривать так же, как все. Ни в коем случае нельзя выходить за рамки. Хорошо, оставайтесь в рамках, на работе. Но если вы хотите развиваться, побеждать судьбу, ищите друзей, с которыми у вас будут другие рамки. Рамки, в которых вы будете любить, желать счастья, заботиться друг о друге. Это разные вещи совершенно, разная, другая жизнь со всеми. Это жизнь возможно только в религиозной среде. Некоторые люди думают, что можно жить в благости, просто найдя себе таких благостных друзей. Запомните, благость всегда связана с тем, что ты подчиняешься старшему. А подчинение старшему означает наставник. А наставники бывают только в духовных традициях. Потому что, чтобы стать наставником, нужно получить духовное знание для этого. А духовное знание не принадлежит одному человеку, оно принадлежит целой культуре. И таких культур очень много духовных. Я как-то в Индии попал на один праздник, называется Кумхамела. В этом празднике, это было в 2002 или 2003 году, собралось 10 миллионов человек. И там были представлены тысячи различных направлений религиозных, ведических, которые существуют на планете. И знаете, ни один из этих людей не протестовал ни против кого. И не говорил, пошли все вон, только наше знание правильное. Они все ходили, изучали все, общались. И поэтому они собрались туда, чтобы изучать. Настоящая духовная культура означает, что люди любят друг друга. Несмотря на различия в их взглядах. Это благость. Когда люди ненавидят друг друга, потому что у других другие веры. Это страсть уже, это не благость. А иногда и невежество. Потому что, когда люди верят в Бога, не просто ненавидят других веры, а убивают уже их. Вот это уже называется невежество. У меня так случилось в жизни, что в Москве я практически через несколько минут попал на то место, где произошел теракт. Я зафиксировал в своем сознании ту атмосферу, которую я увидел. И потом я увидел фотографии женщин, которые совершили этот теракт. И начал настраиваться на их тонкое тело. Они на самом деле погибли с именем Бога на устах. Считается, что когда человек погибает с именем Бога на устах, он должен идти в духовный мир. И мне было это очень важно понять. Они же убили по 50-60 человек каждого, наверное. Неужели Богу не безразличны судьбы этих людей, которые попали под влияние вот этой насильственной смерти? Я начал медитировать на это все и увидел эту ситуацию. Я увидел, как эти женщины, они искренне верят в то, что они совершают праведное дело. Они убили себя и этих людей вокруг. Знать, что произошло? Потому что эти женщины попали в ад, пошли вниз сразу в результате совершения греха. А люди, которых они убили, пошли вверх, потому что они очистились от страданий в результате вот этого насилия. Так почему же тогда человек, который верит в Бога, пошел в ад? В чем причина? А потому что Богу такая вера не нужна. Надо у него сначала спросить, что ему надо. Это называется совесть, жить по совести. Бог никогда тебе не скажет убивать ради своей веры или ненавидеть кого-то ради своей веры, что является страстью. Понимаете, да, о чем я говорю? Ведь сначала ненавидеть, а потом война уже начинается. Не бывает сразу раз, и начали воевать из-за веры. Сначала в страсти люди находятся, потом переходят в невежество. Итак, страсть это сила, которая не оставляется. То есть, страсть это то, что не остается стабильным. Люди в страсти, у них два варианта. Они станут благостными или идут в невежество. И смотрите, когда человек очень сильно верит во внешние вещи, он трудится ради счастья на земле, существует пять стадий его деградации. Первая стадия. Мы верим твердо, герои спорта, нам победа, как воздух, нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Первая стадия – энтузиазм. Люди в страсти очень энтузиастично, радуясь жизни, живут, направляя все свои силы на труд, ради достижения своих целей или на учебу. А может быть, и на то, и на другое одновременно. И все фильмы про людей страсти показывают только эту стадию. Больше ничего. Следующая стадия – усталость. Счастье-то все время в будущем находится. Его же невозможно поймать в страсти. Счастье. Тие означает настоящее время. Люди в благости живут в настоящее время, потому что сознание ушло внутрь. Когда сознание уходит внутрь, человек соприкасается со сверхдушой, со своей совестью. И в этот момент он становится счастливым. Но сначала горький вкус. Сначала надо проглотить то, что совесть от тебя хочет. А потом ты удовлетворение испытываешь внутрь себя. И это происходит прямо сейчас. Но те люди, которые настроились на благость, они прямо сейчас, вот во время этой лекции, счастливы. Прямо сейчас. Не завтра, не послезавтра, а прямо сейчас, сейчас. Счастье означает сейчас. Радость. Ра означает солнце на древнем языке. Солнце. Солнце – это то, что дает радость. Что это такое солнце? Солнце. Ты посмотри, какое солнце в душе нет. Солнце. Оно дает свое тепло тебе и мне. Солнце. Дарите солнце, как весенние цветы. И станет на земле еще светлее. В деревне. Да? Что такое солнце? Солнце – это сила, которая зажигает счастье. Раннее утро солнца шинит. Солнце взасходит. Что происходит? Соловик поют, заливаются. Но не за примеры сбываются. А твои слова не забудутся. Сбудутся, сбудутся. То есть солнце зажигает счастье в сердцах птичьих. Люди, которые рано встают, что с ними происходит? Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Только утро заиграет у ворона. Не спи, вставай, кудрявая, в цехах звенья. Так далее. То есть смотри, песни ранние, утренние, какую природу имеют? Природу оптимизма, да? Чувствуете? Солнце восходит. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Помните мусульный гамм? Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора. Не нас, но и солнце взойдет. Видите, восход солнца становится счастьем. Так везде? Так? Ра. То есть солнце дарит энергию счастья человеку. Ра-дасть. Дасть означает отдать. Вот от себя оторвать, отдать другим. Ра. Что отдать? Солнце. Что такое радость? Это отдавать счастье, отдавать солнце. Радость по-другому не может возникнуть. Есть еще балдеж. Это не радость. Когда человек радуется, он сразу же счастлив сегодня и сейчас. А балдеж, он просто играет счастье. Чем мы занимаемся? Несет что-то корчивает. Если я что-то играю, что-то корчу. Это страсть. Но когда человек в благости находится, то он по-другому поет. Он счастлив, но это счастье идет через горький вкус сначала. Потому что нужно с совестью сначала сконтактировать. Направить взгляд внутрь. Я не жалею ни о чем. А сел фундамент крепа дом. А то, что создано трудом, то мне дороже. Понимаете, это благость уже. В той же песне, тоже популярная. Но уже другая сила связана с этой песней. Видите, благость означает иногда страдание. Но это страдание, оно связано со счастьем. Мне приходят письма новые. И где-то я, и где-то ты. Пустые ящики почтовые. Как разведенные мосты. Видите, немножко страдание, да, есть? Это означает контакт с совестью. Тоже популярная песня. Да? Какая-то песня? Какая-то песня? Как называется? Ну, по-моему... Антонов поэт, да, там еще какие-то глупые... А, ну, наберите просто. Не приходят письма новые в интернет. Сразу найдете ту песню. Мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о чувствах, которые возникают в человеке. Есть музыка, песни, слова, речь человека. Вся находится под влиянием этих трех сил. Благостная речь простая, глубокая, зажигает сердце. Страстная наполнена внешним пониманием вещей, знанием наполнена. Страстная, когда человек в страсте находится. Здравствуйте, дорогие товарищи. Ну, то есть он вся в рамках людей. Вы сегодня пришли на очень хорошую лекцию популярную, очень важную. Я популярный лекциевый лектор во всем мире. Меня зовут Олег Иванович Тарсинов. Меня зовут Олег Иванович Тарсинов. Меня дает медицинских наук. И т.д. Понимаете, я окей, а вы? Соответственно. Можете быть окей тоже. Если станете таким же, как я. Это страсть, понимаете? На понтах. Все на понтах. Человек в благости очень легко видит различия. Человек в страсте также видит невежество. Но благостных людей он не понимает. Благостный человек все понимает. Потому что он наполнит знания. Он не осуждает никого. Потому что люди живут для разных целей. Невежные люди живут прямо сейчас. Они тоже вроде бы сейчас живут. Но они не хотят смотреть в будущее. Это не благость. Невежные люди говорят. Веселись, живи. Веселись прямо сейчас. Гуляем. Прямо сейчас. Страстные люди живут в будущем. Тоже хотят прямо сейчас быть счастливыми. Но для этого надо поработать немножко сначала. И они думают только об этом промежутке, в которой закрывается его жизнь. Человек в страсти говорит. Я не знаю, что там будет в будущем. Зачем они об этом думают? И разок ехал в Краснодар, из деревушки, в которой я живу. Жить на природе это жизнь благости. Жить в городе это в страсти. Потому что люди это город для того, чтобы больше денег было. А жизнь в пьяном угаре, где угодно, это в невежестве. Понятно, да? И я ехал в город. И по дороге я увидел, как один нормальный, настоящий, восточный человек, который естественным образом хочет проехаться так, хотя бы один раз в жизни. чтобы все удивились. И все удивились. Потому что он лежал на дороге. Очень было удивительно смотреть. И он действительно проехал один раз. И в этот момент, когда я проезжал у него, я увидел, что он в тонком теле вышел из грубого тела. В этот момент я увидел, застал в этот момент. И что я увидел? Я увидел, что он очень сильно удивился тому, что произошло. Он был в шоке. Потому что жизнь-то не прекращается при этом. Человек теряет сознание на время, в момент оставления тела. На время. Потому что потом он входит опять в сознание, находясь уже в тонком теле. В тонком теле есть глаза. Чувство зрения это имеет тонкую природу. Глаза это грубые органы. Но Ванга видела без глаз. Она видела не только тех людей, которые заходили к ней в дом. Она также видела, кто придет. Чувствовала. Зрение без глаз, без глаз это тонкое видение. Оно же рамками не ограничено. Тонкое видение человек в тонком плане видит гораздо больше, чем человек на грубом. Когда человек оставляет тело, он видит всю свою судьбу сразу. И он думает, зачем я так жил? Я же сейчас уже не могу ничего исправить. Он бесит над телом. Люди в страсти, когда они вот живут просто для того, чтобы было все как хорошо, как надо, заботясь только о своей сегодняшней жизни. Это тупая, бессмысленная жизнь. Потом, когда человек оставляет тело, он в шок входит. Он реально понимает, что он зря прожил свою жизнь. И он находится в состоянии ужасного. Благостный человек оставляет тело, все понимает, что произошло. Потому что он к этому готов. Он имеет знания. Он понимает, что самое большое богатство, которое человек может получить в этой жизни, это то богатство, которое остается с ним после ухода. Деньги с собой не возьмешь. Машину не возьмешь. Квартиру не возьмешь. Телку с собой не возьмешь. А совесть возьмешь. Честность возьмешь. Любовь к людям возьмешь. Смирение возьмешь. А то, что создано трудом, то у меня дороже. Труд настоящий происходит здесь, в своем сердце. Если человек не может простить близкого человека, он не трудится. Он же не дядя. В этом жизнь его не идет в хорошем, правильном направлении. Из-за лени это происходит. Душевной лени. Теперь сразу возникает вопрос. Ну, есть у меня душевная лень. Я не могу рано утром вставать. Не могу читать молитву. Я не могу прощать, просить прощения. Что мне делать? Веды говорят, самое первое действие, которое нужно совершить, это понять, от чего больше всего зависит судьба человека. От чего? Что меняет мою жизнь быстрее всего? Отвечай. Что? Цель вторична. Человеку есть цель, но он не будет жить правильно. Это не меняет жизнь. Что? Отношения. Отношения ближе. Нет, мы уже сказали, отношения ближе. Отношения меняют жизнь. Какие отношения? Отношения близкие. Близкие отношения. Больше всего меняют жизнь, потому что близкие отношения перенимают разум другого человека. Хотите вы это или нет? Если у вас близкие, глубокие отношения с человеком деградированы, вы тоже таким же станете. Не желая этого, не имеет значения. Близкие отношения это самое ценное и важное в жизни. Близкие отношения это отношения с верой. Если вы с верой слушаете новости, что два близнеца упали, это значит, по предсказанию банки, скоро будет ядерная война. Вы с верой это услышали. Дальше что происходит? Вся жизнь будет меняться. Потому что если я услышал это с верой дальше, я не смогу избавиться от чувства страха по отношению к будущему. Из здравомысля человек мне скажет, «Но если будет война, а допустим, в будущем ядерная, то какая проблема сейчас? Если ты думаешь об этом, то ты уже не живешь. Поживи хотя бы сейчас, пока ее нет». Он не может оторваться. Он понимает, что думать о войне три года до войны, это все равно, что уже быть в войне три года до войны. Война началась внутри уже. Но оторвись от этой мысли. Почему ты живешь сейчас уже в войне, война еще не началась? А потому что ты получил знание в свое сердце, которое разрушает твою жизнь. Если человек находится в напряжении, в страдании, в страхе, он не становится счастливее. Признаки того, что человек становится счастливее, у него побольше спокойствия, больше веры, больше счастья в жизни. Несмотря на то, что будет война, допустим. Хотя ее не было. Обещали мы, не было. Есть такой фильм голливудский. «Мы вас типа предупреждали». Там 12-й год. И что, 12-й год прошел. И что было? И что не было? В Москве перед 12-м годом, когда мы собрались в Москве в зале революционного, меня спросили, люди очень сильно появились, они меня спросили, Олег Геннадьевич, мы помрем в 12-м году или нет? Скажите нам. Я посмотрел на них и сказал, Конечно. Если по статистике в зале сидит тысяча человек, значит, обязательно кто-то в следующем году помрет из нас. Но люди не верили. Каждый считал, что не он. Я спросил, поднимите руку, кто из вас считает, что это возможно? Кто считает, что возможно, в следующем году помрет? Поднимите руку. Это благость. Кто считает, что невозможно? Поднимите руку. Раздержались. Но в сердце в остальных все считают, что это невозможно. Это страсть. Страсть означает, все будет хорошо у меня в жизни. Благость означает, надо, чтобы сейчас все было хорошо. Мы не можем за будущее ничего гарантировать, потому что в будущем жить становится все тяжелее и тяжелее. Если ты сейчас не можешь свои экзамены сдать, в будущем он будет сдавать еще тяжелее. Потому что будущее рассчитано на что? Жизнь человека не предназначена для счастья, как люди в страсте думают. Они рождаются теми мыслями. Я рожден для счастья здесь, вот на этой земле. Нет. Ты не рожден для счастья на этой земле. Если бы ты рожден был для счастья, ты в муках не рождался. Веды говорят, рождение имеет больше мук, чем смерть. Человек, когда в утробе матери, он страдает еще больше, чем он умирает, оставляет тело. Мучается неимоверно в замкнутом пространстве. Особенно, когда он себя осознает после семи месяцев. Зачем тогда нужно такое рождение, если мы для счастья созданы здесь, на этой земле? Мы не для счастья здесь созданы, а для сдачи экзамена. Там, на высших планетах, те, кто рождаются, они рождаются сразу к счастью. У них нет вынашивания. И они, оставляя тело, тоже не мучаются. Но мы рождены для того, чтобы понять, как жить правильно. Для знания мы рождены. И поэтому знания надо увеличивать в своей жизни, а не капитал. Конечно, нужно жить нормально. Но это приходит, само собой, к тому, кто направил правильно свою жизнь. Когда человек очень по совести живет, то люди очень ценят его. Ни разок простую ложку подарили, я взял ложку и почувствовал очень сильную радость от этой ложки. Я подумал, если бы я на витрине увидел эту ложку, я бы я будил. Просто деревянную обычную ложку. Почему? А потому, что она наполнена любовью. Человек живет благостренно, с любовью просто ложки обычно едет. У меня есть один друг, там, в деревне, где мы живем, он просто хлеб печет. Никому не продает. Но так же и не дарит. Он просто с любовью печет хлеб для тех, кто хочет его купить. С любовью печет. Понимаете, что это значит? Он не думает о том, чтобы побольше хлеба напечь. На конвейер не ставит, а с любовью каждую булочку печет. И знаете, что произошло? Когда люди в благости живут, сначала трудности Богу, сначала испытания. Сначала никто не знал о хлебе. Потом один попробовал человек, второй, третий. А сейчас знаете, что происходит? Невозможно достать этот хлеб. У него заказывают куча хлеба. И он ищет себе помощника такого же, что с любовью тоже будет. Потому что он сам не исправляет. Не потому что он хочет производство сделать, а потому что он не справляется. Люди говорят, дай хлеба. А он говорит, не могу. Все на месяц распределено. Вам мозг, ложки с любовью сделаны нужны? Нужны, нет? Нужны. Кто-то уже отупел, ему не надо. Но достаточно пластиковых яблок из супермаркета, которые в месяц лежатые и красивые. А с яблагостью выращенные, это же червивые, они такие красивые. На станке можно гораздо лучше внешнюю ложку сделать. Сейчас картины делают из фотографий. Они вообще супер нарисованы. Но Шишкин лучше. Видели лесными движатами в русском музее? Посмотрите внимательно. Там столько людей. Я в сосновом лесу вырос. Я столько людей от этих сосен никогда не видел. Когда увидел эту квартиру, картину, я просто обалдел. Я смотрел и смотрел, смотрел и смотрел. И от нее исходит просто любовь. От этих мишек, от этих сосен. И не хочется уходить оттуда. Прямо поэтому в диванчике поставлен. Сел и сиди, смотри. Человек нарисовал сотни лет назад. Смотри, как любовь надечно остается, когда человек живет в благости. Чтобы такую картину нарисовать, нужно много лет. понимаете, о чем я говорю сейчас или нет? Все в благости, он живет счастлив прямо сейчас, потому что он не для себя, живет для людей. Но такая жизнь очень трудна по одной причине, что внутри нас сидит сила, которая говорит, а вдруг денег не будет? А вдруг квартиры не будет? А вдруг замуж не выйдешь? Вот это, а вдруг страх? Это сила страсти, сила эгоизма. Она нарушит нашу жизнь. Человек в благости, чтобы победить эту силу, он должен связать себя со святостью. Потому что кто такой святой человек? Это тот, кто победил уже судьбу. Кто такой святой человек? Он о себе думает? Нет. Нет. Думает только о других, о благе других людей. Для себя живет? Нет. Он про себя забыл. Смотрите, близкое общение с тем, кто победил судьбу, дает победу над судьбой. И это не является каким-то знанием секретным. Я на эту тему защитил кандидатскую диссертацию. И тема диссертации называется «Позитивное мотивирование на высшие гуманитарные ценности». И в этой диссертации я раскрыл, объяснил, что это меняет судьбу. Показал статистику, как люди просто слушая о том, как надо правильно жить, полностью отказываются от спиртного. 50% по статистике людей, которые слушают мои лекции, в течение двух лет полностью бросают пить. А те остальные, которые мне бросили, в основном все сокращают. Но я не пугаю народа. Я не говорю о последствиях пьянства. Я им говорю о том, как жить правильно в основном. Хоть и не скрываю, что спиртное вредно. Не говорю о том, как жить правильно, и люди трезвеют и меняют свою жизнь. И естественным образом не хочется уже это пить, потому что они поменяли восприятие мира. Понимаете, о чем я говорю или нет? Не надо думать о своих проблемах. Надо думать о том, что приносит счастье. Тогда человек побеждает судьбу. Но невозможно так думать, если ты не имеешь отношения с теми, кто поменял супруг. Близкие отношения. поднимите руку. Поднимите руку, кто из вас научился рано вставать. поднимите руку. Оставляйте руки от поднятых и не опускайте. Теперь опустите те, кто это сделал без близкого общения с другими, просто сам. Вот те, кто опустили руку, они не смогут долго это практиковать. Пускай опустили. Поймите, как вы видите, что на время можно вставать рано. Но если ты не общаешься с теми людьми, которые встают рано, ты не сможешь это долго делать. Это незаметная сила. Вот смотрите, моя подружка встает рано, а я мне трудно вставать рано, но я хочу. И просто потому, что она мне хочет позвонить завтра и сказать, ну ты не смогла и рано встает. Просто из этого звонка, потому что она включает голос моей совести. Сам человек не может включить голос совести, это божественная сила. Его включают только близкие отношения. Допустим, мужчина любит свою жену. Женщин очень красивых очень много. И все привлекают взгляд мужчины, все женщины. Красота жены тает, в глазах. Мужчина привыкает к девушке, уже не видит ее такую сильную красоту, как он видел раньше. А чужие девушки остаются красивее и молодеют с каждым годом. А жена стареет. Как же тогда сохранить семью? не смотри. Но если мужчина честно относится к своей жене, она ему говорит, пожалуйста, не смотри на красивых девушек другим. Не смотри. а может не смотри. Не может, потому что они привлекают девушек с глядь, он идет по улице и так раз красивая девушка, раз и застыл с глядь. Спасу, уже трудно тогда. Но потом он вспоминает жену. Смотрите. У него к жене какое чувство? Он сильно привязан к ней? Нравится сексом к ней заниматься? Нет. Это все тает. Привязанность тает, красота тает, чувство наслаждения телом жены тает. А что остается? Остается чувство, что это очень хороший человек. Я хочу жить с этим человеком. И это чувство заставляет его отвернуться. Потому что это чувство оно рождает сверхдушек в сердце. И сверхдуша говорит, выбирай или твоя верная жена, или это симпатичная, которая разрушит твою семью. И он так честное, честное, чистое чувство сильнее, чем просто предвость этого мира, привлеченность. Благость означает близкие, глубокие отношения. Не наслаждение друг друга, а общение на возвышенной теме. я уже понял, мне уже сообщили. Нам пора заканчивать, у нас время кончилось. А я болтаю бесконечно много, остановиться не могу. Сейчас у нас будет небольшой тренинг. Тренинг направлен на победу над судьбой. Мы с вами сегодня просто была вводная лекция. Я вам какие-то основные моменты объяснил, которые дают возможность победить судьбу. Но если мы не будем иметь глубокого общения сейчас, которое меняет судьбу, тогда ничего не получится. И вот глубокое общение это революция. Революция в сознании. Сейчас надо будет повторять я желаю всем счастья. Не повторять я за партию Единой Россия или еще что-то в этом мы русские мы русские вот а повторять я желаю всем счастья. Всем означает и русским и евреям всем счастья желаю. понимаете? Этот настроен вне рамок и отождествений вне деятельности эгоизма. Когда человек настраивается на духовное то заканчивается деятельность эгоизма начинается действовать сила которая побеждает вечное время в сердце человека когда входит то в этот момент некоторые вещи интересные происходят. Первое что происходит становится спокойным на фоне того что происходит вокруг спокойным становится. Второе если человек настраивается еще глубже в это русло благости или в ключ пожелания другим счастья думать не о себе то дальше в сердце приходит знание неожиданное как надо жить человек чувствует как надо дальше ему жить и дальше когда он еще дальше глубже погружается к нему в сердце приходит вера в этот путь какой путь ваш путь ваш веры мы говорим о принципах сейчас путь у каждого свой и так смотрите надо настроиться на святого человека или на бога в некоторых традициях допустим православие люди настраиваются на иисуса христа или на священное писание как мусульманство люди поклоняются священным писанием или имени бога мусульманство поклоняется или надо настроиться на святую землю потому что все что связано с святостью святость означает свет этот свет или духовное время которое разрушает судьбу плохую это принадлежность бога и он также находится и в священном писании потому что это от бога идет и в святых людях в святой земле все это энергия бога понимаете у каждого человека свой способ ее поймать почувствовать настроиться на ней единственный способ с ней соприкасаться это быть таким же надо жить так же жить так же означает я желаю всем счастья наша цель забыть про себя пока человек о себе думает я я желаю всем счастья до свидания счастливой жизни надо забыть про себя я желаю всем всем счастья всем счастья как я классно повторяю до свидания Я желаю всем счастья и этому до свидания Видите, благость это сложная штука Поэтому человек не может сам настроиться на то, чтобы быть бескорыстным Надо вспомнить святое святость Вспомнить Я хочу быть таким же, как ты Это ты желаешь всем счастья А я служу тебе Я желаю всем счастья означает служение святости Когда человек так настраивается В эту секунду духовное время начинает действовать в его сердце И он начинает побеждать свою судьбу прямо сейчас Хотите, я вам это докажу? Что на тонком плане победа над судьбой у многих у вас уже совершается прямо сейчас Просто потому, что мы об этом говорим У кого сейчас очень тяжелая ситуация в жизни? Поднимите вы У вас Вам легче сейчас стало на лекцию? А вы первый раз на лекции? Хорошо, значит, вы внимательно слушаете Кто еще? Вы слушали сколько лекций, мужчине? Давно Давно Вам легче стало на лекции? А? Что? Да От этого что-то внешне поменялось? Нет Понимаете? Легче стало Значит, на тонком плане уже перемены пошли Понимаете, о чем я говорю? Нет Потому что сердце связано с событиями Если здесь легче стало Значит, есть этапы победы над судьбой Сначала стало легче, первый этап Потом появилась сфера, что это можно изменить Это второй этап Потом началось влияние на это событие То есть я уже могу что-то делать Третий этап И потом победа, четвертый этап Не хвачьте Лучше слушайте Сейчас мы будем желать всем счастья И вам станет легче Слышите меня или нет? Итак, надо настроиться Всем в этом ключе У нас сейчас уникальное время Здесь сидит как минимум 500 человек И эти все 500 человек Будут помогать друг другу победить судьбу Это уникальное время для каждого из нас Настройтесь очень открыто сейчас Надо близкие отношения установить Только близких отношений побеждает судьба Не бойтесь повторять Я желаю всем счастья Видите, человек смеялся Все сначала боятся Потом смеяться ночью Не надо бояться сразу Вы же ничего плохого не делали Правильно? Надо сесть прямо Можно закрывать глаза Можно не закрывать Вот здесь прямо обязательно Потому что расслабленное положение Не побеждает судьбу Разум работает Когда человек прямо с ним Надо повторять от сердца Спокойно Не торопясь Спокойно от сердца И пытаться Настроиться Что это не я Счастье даю А другой человек Святой Или Священное Писание Или Святое место Я желаю всем счастья Я желаю всем счастья Я живой всем счастье. 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 Я желаю всем счастью. 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 потому что мы все равно все доверим. Спасибо вам большое. С вами был Игорь Негода.